Уважаемый Владыка, достаточные мы отцы, матушки, братья и сестры. Сегодня мы продолжаем изучение некоторых иллюстраций из жития преподобного отца нашего Андрея Христа Ради Еродиого. Его же молитвами Владыка Благословите. Итак, на одном из этапов его духовной жизни произошло со слугой Господни следующее. Он оказался в часовне при Святой Богородице, а по этой улице случайно проходил какой-то мальчик, выполняющий поручения своего господина. И вот когда святой приблизился к часовне, чтобы помолиться, мальчик догнал его, ступая на цыпочках. Андрей, когда оказался у дверей и вытянул руку свою правую, сотворил над ними знак креста. Двери тотчас отворились сами собой. Войдя внутрь, он стал горячо молиться, не зная, что кто-то за ним наблюдает со стороны. Мальчик, когда увидел, как двери отворились, затрепетал, почувствовал головокружение и охваченный дрожью подумал. Вот какого слугу Божьего называют безумным, воистину безумным. А мы, несчастные, даже не знаем, кто си показал безжалостно, избивающим и оскорбляющим его, каков на самом деле святой. О, сколько тайных слух имеет Господь, и никто не понимает и не знает, что происходит с ними. Когда же мальчик вернулся домой, праведник, подойдя к нему, молвил. «Остерегайся, дитя, оповещать кого-нибудь о виденном тобою в этом месте, и с тобою приводит милость Господня». Впрочем, ангел твой не даст тебе говорить о увиденном. Обложенный пришел вместе с мальчиком в таверну, и попив хлеба, они сели там, довольны друг другом. Затем явился какой-то юноша вместе с другим молодым человеком. Тогда святой, разгадав их грехи, стал на них пристально смотреть и, желая напомнить им об их прегрешениях, пустился в свои забавы. А сидящие там люди, глядя на его мнимое безумие, смеялись и веселились. И вот святой протянул руку, выхватил одного из них печенья и съел. А тот рассердился и говорил праведнику, значит, ты не сидишь молча бесноватый, сумасшедший, но, вооружившись бесстыстом, отбираешь чужое. Обложенный ему говорит в ответ, это ты воистину болван, не можешь быть спокойным и безмятежным, потому что именно ты украл вещи Симеона. И произнеся эти слова, он изо всех сил дал ему затрещину так, что у того еще полчаса заняло уша. А вор, сознавая за собой грех, не решился противоречить ему, но поразился и сказал самому себе, откуда он знает об этом. А святой и другому дал пощечину, сказав, и ты, болван, проедаешь на вороне. А тот испугался и стал отпираться. Но блаженный Андрей молвил ему, поверь мне, что если ты еще вздумаешь воровать, попадешь к демону на допрос. А тот молодой человек, забыв слова его, вернулся к прежним привычкам. Праведник же, увидав его, что его великодушие к нему не приносит никакой пользы, и приказал одному из скверных ангелов допросить его и с помощью его же собственных слов объявить обо всех его грехах. И вот, будучи пойман злым духом, он тотчас все понял, припомнив затрещину от рук праведника. Тогда, охваченный тревогой, он побежал в часовню святейшей Богоматери. И когда он прибежал туда ради чудодейственной помощи, то начал со слезами молиться о постоянной заступнице всех угнетенных и в особенности прибегающих к ней с горячей любовью и непоколебимой верой. «Взяв данного Бога Милея и намазав им все тело, он стоял, творя молитву заступницы рода нашего». И во время молитвы он впал в вступленное состояние и видит женщину, стоящую перед дверями в святилище, одетую в весон и пурпуру, и светилось лицо ее ярче солнца. Она сказала решительно и гневно, «Ждешь своего часа, грязный негодник, языди из творения моего сына, ибо он пришел под мою защиту». Это она, представя Богородице, обращается к бесу, который одержал этого юношу. Он же отвечал устами юноши, «А Андрей ради твоего сына, принявшийся за шутовство, сам разрешил мне допросить его». А она произнесла, «Изыни, наконец, и не болтай вздор, не то я сделаю так, что он и тебе вынесет приговор». При этих словах демон испугался и вышел, когда жита, которая явилась юношей, исчезла на возвышении. Он тотчас пришел в себя и понял, что освобожден от злаго демона. «И восславил он человека, любивого Бога, и горячо возблагодарил Богородицу, поклялся больше не воровать, не распутничать, не общаться с глупцами и грешниками. Изложив это пред высокоочечивым ликом Богородицы, он радостно пошел домой». И вот благодаря хаодатайству той, которая поручилась за него, он достиг вершины добродетели, так что все изумлялись внезапному преображению его и его образа жизни. И когда он, бывало, выходил на улицу и встречал блаженного во время его игрищ, он сворачивался с дороги в переулок и, приблизившись к нему, благодарил того, кто был причиной его спасения. Нечистый дух, заметив дружбу праведника и мальчика, охваченный ненавистью, взял с собой также от петого грешника сатану. Вместе они встретили праведника, когда он шел с мальчиком вдоль темного портика, и, воспылав зло, вы воскликнули, обманщик, насмехающийся над миром. «Ты верно рекнулся, отобрав у меня тех, кто благодаря грехам своим под властью мне. Тебе недовольно челяди Епифания и всех остальных, которые были моими и которых ты похитил, сделал чистыми и привел к своему Богу». «Но и этого ты хочешь отобрать у меня и очистить через покаяние». «И тот час начал перечислять грехи мальчика, а святой говорит ему, «Да пребудет все это с Богом и вне моего попечения. Тебе что за дело до него, негодник? За грехи этого мальчика я приму наказание. Я душу свою за него положу, а тебе не достанется и частица его души». В этом и проявляется высшая сила христианской любви. Так же, как некогда и святой апостол Иоанн Богослов, желая спасти душу своего юного друга погибающего, был готов взять на себя все его грехи и понести заслуженные наказания, лишь бы душа его обрела спасение. Это мы знаем из жития апостола Иоанна. Однажды, когда делалось так, что свернул с широкой улицы, оказался он у каменных ворот. И был этот день, в который отмечалось мученичество во имя Христа великомученика Фильста. И так, как было сказано, он оказался у грех каменных ворот и видит. Вот какой-то человек возвращается из усыпальницы этого святого и идет к себе домой. И показалось праведнику, что был он весь черный и мрачный, и множество демонов, шедших впереди и сзади, распевали какую-то песню о нем, приплясывая, говоря, «Он-то теперь наш!» И снова кричали, «Он похож на нас!» Остальные же, отвечая на этот припев, говорили, «Смотри-ка, мы выиграли его всего и таким, что он целиком наш и нашего отца!» Такое говорили они о нем и многое другое, что невозможно написать. И веселясь стянули его. «Они ведь знали, что на завтра выйдет он из своего тела, и поэтому радовались, погибли его. Облаженный, остановившись и увидев это, впал в великую печаль, потому что знал, что они раз и навсегда заполучили его, так как с самого своего юного возраста он был развратником, постоянно занимавшись окровосместительством и раскуством. Он ведь не знал ни церкви, ни причастия, ни молитвы, не верил ни во что духовное, но во все плотское, во все демоническое. И во все его дела были развратными, ужасными и сатанисткими. Всю свою жизнь он растратил в блудилищах с пьяницами и кефаристами, наслаждаясь им. И вот, когда несчастный направился к своему дому, праведник последовал за ним, желая увидеть, где он живет. Узнав же на другой день, снова пришел к его дому и встав поодаль, желая посмотреть на происходящее с ним. А нашел он его пойманным в западню смерти, лежащим и совершающим какие-то непривычные для него, какие-то привычные для него безобразные действия. И было там много его близких, которые пришли, чтобы проведать его. Также многие другие стояли и оплакивали его, поскольку он выкрикивал, что это ужасное и постыдное. Причем не сам он говорил и творил это, но дьявол, завладевший им. Праведник-то видел и сатану, входившего и выходившего через устаевого, то в облике мыши, то змеи или ехидны, и кричавшего через органы несчастного, иногда как кошка, иногда как собака или сня. Вот так несчастный, будучи выставляемым на посмеяние, явившись позором для всех, пришел к горькому концу. И ведь никогда душа его не отклонялась в сторону, но шествую прямо к бездне ада, достигла ее там, была скорейшим образом заключена в вечной тьме. И вот когда тело его было похоронено, и некоторые пришли к его жене ради утешения, они сели и повели речь о его жизни и о том, каким он был тяжелым человеком. И одни говорили, что о нем разное, что он был блатливым, невоздержанный язык, распутным. Жена же его рассказала о нем следующее. «С тех пор, как я вышла за него замуж, он ни в церковь ни разу не ходил, ни молился, ни осенял лицо свое крестом, ни причащался, но на всю ночь уходил в лудилище. Если же он приходил сюда, если я говорила ему хоть что-нибудь, он вообще не отнимал палки от моего несчастного тела. «Он творил любые издевательства надо мной, но когда позавчера он почувствовал сердечное сокрушение и пришел ко мне на ложе, ибо душа его смягчилась, я начала увещевать его, как только мы легли, а он мне сказал, «И что ты хочешь, чтобы я сделал? Ответь мне! Я же говорю ему, я хочу, чтобы завтра мы пошли хотя бы к святому Фирсу, потому что это день его памяти, и чтобы там присутствовали на святой литургии, и чтобы, причастившись к святых христовых таинствам, мы получили просвещение и очищение, и чтобы ты, несчастный, стал христианином хотя бы на один день, и, может быть, Бог внушит тебе страх перед ним, и ты постараешься избавиться от прежних грехов своих и возьмешься за дела праведные, и таким образом мы сможем войти в жизнь вечную». Он же согласился поступить так. «С наступлением утра мы отправились в священный храм святого великому ученика Фирса. И когда мы вошли внутрь, он стоял, усмехаясь, и ни головы не опустил к колену, чтобы поклониться святому ученику. Ни крестом не осенил лица своего, ни иконы святой не поцеловал, но стоял с опущенными руками, насмехаясь над теми, кто молился Богу. «Когда же я окончила молитву, то повернулась и говорю ему, что ты несчастный стоишь, как бездушный истукан, и даже не запечатлеешь знак Владыки Христа на лице своем. Или ты совершенно поглупел, жалкий, и стоишь, будто среди иудеев. Но не боишься ты Бога, как хотя бы постыди, не боишься ты Бога, так хотя бы постыди с людей, пойди помолись, как я сказал о тебе». Он же говорит мне, «Кому молиться? Покажи мне». Я же показала ему икону святого мученика, а он произнес, «И какая в ней сила, если она бездушная и бесчувственная?» Увы, тщетин обман бесчувственных, ведь в нем она, в чем она может помочь? Говорю тебе, стена, «Помоги мне». Произнеся это, несчастный в страхе выбежал вон из церкви. Я же, испуганная его засловием в адрес Святаго, начала просить его пощадить негодника за неразумие и не наказывать его за кощунство. И внезапно случилось, будто ум мой был перенесен на икону мученика, и я слышу, как он говорит мне, «Я-то сочувствую». Но Бог разгневался на него и не выдержал. Поэтому он приказал, чтобы завтра он был вырван с корнем, и память о нем была смятена с земли, и он узнает во вне негостин, что истина слава настоящих друзей Бога и мучеников. По окончании божественной литургии я вернулась домой и нашла его охваченным неистово ликаратом и лежащим на ложе. Как вы видели? Когда жена его произнесла, этот репет охватил всех, находящихся там, и они сказали, «Действительно, Бог по ругам не бывает, ибо суды его невозможно обмануть, и он воздаст каждому по делам него». Однажды святой гулял по людной площади вблизи колонны, которую возник блаженной памяти Константин царь. Среди святых пребывающих он говорил, он говорят, драгоценные гвозди, вбитые в животворное тело Христа, поместил высокую установленную статую во славу Бога и для защиты охота царственного города. Вдруг какая-то женщина, снялась дивным духом, когда открылись ее духовные очи, увидела, как блаженный шествует среди толпы, сверкая, словно огненный столб или огненное копье, брошенное в воздух и светящиеся. Какие-то глупцы раздавали ему затрещины, другие били по шее, и многие, глядя на него, с отвращением говорили, «Господи, даже врагу не пожелаем, чтобы с ним случилось такое». А позади него шли какие-то мрачные демоны, слушали и приговаривали, «Да, пусть Бог прислушается к вашей молитве и не поднимает во веки другого. Ведь никто не сжег наши сердца так, как этот неугоморный господин, он прикинулся купцом и теперь насмехается над миром». Здесь имеется в виду господина Мирского, от которого блаженный Андрей ушел. Это мы знаем из первых частей жития. Вот что они говорили. «А женщина видела, что темные демоны отмечали тех, кто бил праведника, и переговаривали. Хотя этот их поступок нам утешение, потому что они несправедливо бьют его и совершают грех, но мы непрестанно будем студить их под этим предлогом в их смертный час за то, что избранника Божьего несправедливо избивают, и нет им за это спасения. Услыхав же такой блаженный, ведомый, могущественной силой Божией, и в помощи Божественного Духа уничтожил их знати и осудил их, сказав, «Вам не позволено отмечать их, ибо я упросил грозного моего господина не вменять им в грех то, что они бьют меня, ведь они не ведают, что творят, и не знание дает им основания для защиты». Опять же, мы встречаем рассуждение о том, что прощать обидчиков имеет особое дерзновение, и молить об их прощении пред Господом, и при особом расположении Духа, как это у преподобного Андрея, вести за эту душу брань с демами. То есть может прощать этих обидчиков, только, конечно же, сам обидимый. Обидимый. И вот, когда женщина услыхала, как праведник говорит с теми мрачными демонами, посмотрела она на небо и увидела, словно бы ворота, отверзающие небо и вылетающие из них стаю прелестных ласточек. И среди них был голубь, белый, как снег, и очень большой. И вместе с ласточками он опустился на блаженного, неся в своем клюве лист оливы с цветком из сверкающего золота. И обратившись к блаженному человеческим голосом, произнес, «Приими этот лист, ибо Вседержитель, Отец и Сын Савау, сам послал тебе его из рая, как приметы, потому что ты милосерден и человеколюбив, так же, как и милосерден и человеколюбив он сам. Смотри же, как восславил Господь тебя еще и еще, и возвысится в тебе святое имя его из-за того, что ты решил не считать грешными тех, кто бьет тебя каждый день». Сказав это, он опустился ему на голову, и был он весь покрыт сиебром, а спина золотистой зеленью, а глаза его, как драгоценные жемчужины, и ноги его окрашены в царственный свет, и крест из цветов на голове его, и вокруг него огромное щебетание ласточки. Наблюдая такое, та благочестивая женщина была сильно поражена и, придя к себе, сказала, «О, какова доброта Божия! Сколько светочей имеет он на земле, и никто не знает об этом». Не раз она в то время хотела поведать кому-нибудь о своем видении, и внезапно какая-то божественная сила мешала ей, ввергая в трепет и в конце концов она стала добровольно скрывать это чудо. Поэтому однажды праведник встретил ее и говорит, «Ныне храни мою тайну, Варвара», так ее звали, и никому не рассказывая ее теперь, до тех пор, пока я не приду к месту дивного крова, к дому Бога. Она же ему ответила, «Вряд ли я ее захочу, если же я ее захочу рассказать кому-то, то не смогу, драгоценный светоч, и приди на избрание Господа, ибо запрещает мне невидимая сила и находит трепет на моей кости и крепость во мне колеблется». В то время, как Димный Андрей был замечен в таких чудесных вещах, Епифанию выпала на долю тяжелая война с блудом, ведь проклятый сатана, завидуя ему, послал на него дракона-сотника, чтобы печалью истребить и уничтожить в земле память о нем. И вот Епифаний сильно терзаясь, грустил, горько опечалился, и, не зная, что ему делать с той бедой, которая с ним приключилась и сильно беспокоила, отправился искать блаженного Андрея. Он изложил ему все, попросил освободить от дьявольского недуга и ни в коем случае не оставлять без внимания, дабы впредь ему не подвергнуться испытанию, ведь, по его словам, он ужасно страдал от этого дьявольского нападения. А блаженный, будучи в сущности истинно нежным и в высшей степени сочувствующим, пожалел его, словно бы родного сына и промолвил ему, сладчайший сын мой, нас обуяла гордыня, и поэтому дракон получил свободу в отношении нас, для того, чтобы мы постигли свою ничтожность и поняли, что наша сила ничто по сравнению с сатаной и его лукавством, но что все от грозного Бога, будь то победа или мужество, или молитва, или пост, или что другое, что найдется в нас. Все это Божьи дары, даже воля наша. Ведь и он сам сказал, без меня ничего не можете сделать. И вся человеческая праведность перед ликом Господа, как ты пьешь, женщина. «И так завтра утром или вечером пойди в храм великомученика Акаки в гипс-колонию. Туда и я мысленно приду к тебе. И таким образом мы оба будем молиться и молить его с горькими слезами, чтобы он поговорил об этом с человеколюбивым и добрым владыкой. И зная, что это удастся ему, ибо великую откровенность имеет в великомученике Господа из-за истинного своего мученичества и из-за драгоценной крови, которую пролил он добровольно за любовь свою и что сбудется наше желание и обретем покой. Тогда же ты предстанешь пред ним, не впадай в пустословие, но сокрушенным духом и смиренным сердцем, со слезами, глубокими вздохами и горестными словами моли его о помиловании. И я знаю, что ты тотчас узришь славу Божию. Да, дитя мое, ты сделаешь так, и будет исход тебе, как я сказал. Когда Епифаний услышал это, то пал к его драгоценным ногам и облабызав его святым, лапзанием удалился. С наступлением утра отправился Епифаний в храм почтенного Иоанна Крестителя и там присутствовал на литургии, а к вечеру он пошел в храм святого Акатья. Изложив все со слезами мучнику, Епифаний тут же увидел словно образ молнии, который вышел из гробницы святого и окружил его. И был он приятным и очень горячим, ибо горячим было благорасположение мучника, сошедшего на него. И снова видит он вот из гробницы повеяло благоухание, словно от лилии рос, и как от драгоценного мира, и голос прозвучал ему, говорящий, «Внял я твоей мольбе, ибо и до тебя тот, кто разыгрывает юродиво ради Господа, просил за тебя. Итак, ступай, а я помолюсь об этом творцу и Богу. Я прикоснусь к драгоценным стопам его, зная, что не пренебрежет он моей молитвой». И тот час голос прекратился. Епифаний же, удивившись силе святого, стал молить его поторопиться со своей молитвой, ибо я хочу говорить, о любимый великомучених Христов, чтобы ты совершил все это для раба своего до полуночи, и чтобы я узрел хотя бы в видении сладчайшей литвы, несущей мне от раду и помощь. Сказав это, и облазав гробницу святого мученика, он удалился. Войдя же в свою комнату, он пробыл там до девятого часа эта толпа стоит в его комнате, причем одни были одеты в белое, другие в красное. Среди них был и мученик Акки, сверкающий будто жемчужина, и имеющий цветущий вид юноши среднего роста. И он обратился к Епифанию, «Я услышал твой голос и сказал Владвике о том, что ты просил меня». И он ответил мне, чтобы я сделал с тобой что пожелаю. Через меня Господь оставляет тебе помощь и притесняющий тебя дракон убежит в страхе. А тот ответил, «Да, Господи мой». И тот час видит он золотой сосуд, принесенный ему, имеющий изображение Владыки и Божьей Матери, а также Херувимов, Серафимов обеих сторон. И увидел я в сосуде нечто ярко-красное и весьма благоуханное. И как бы смешав это со святой водой и разведя, он дал выпить Епифанию и сказал, «Мир тебе!» и удалился со всей своей святой. Пораженный Епифаний проснулся наконец, обдумав, увиденное и обнаружил, что устраивало словно сладкий нот. Он протянул руки к небесной вышине, возблагодарив милосердного Бога и святого мученика, избавившись таким образом от того тягостного испытания. Бога нашему слава, аминь. На этом, дорогие мои, я завершаю сегодняшнюю часть повествования жития блаженного Андрея. Спасибо Господь за внимание. Отец Георгий, благодарим вас за интересный доклад. И вновь мы видим, что житие преподобного Андрея Креста ради и уродивого исполнено описание духовного мира влияние духовного мира на людские поступки, на состояние людей, а также последствия духовного мира от действий в нашем мире. То есть демоны воздействуют на людей, люди, если не исполняют их волю, то сами уподобляются демонам и затем принимают уже вечные муки. в то же время всегда есть шанс пока живет человек принести покаяние и измениться, изменить свое отчество. В истории с этим человеком, про которого вы рассказывали, видите, жена-то посоветовала, жена-то святой человек, правильный такой совет дала, чтобы он пошел к великому ученику Фирсу, взял его в кадаты и мог бы он спастись. Это был такой шанс от Бога призыв, видимо, Господь внушил ей сказать такой добрый совет. И этот человек вроде бы механически пошел в храм, но настолько уже жестокое было сердце, ожесточенное, что он этот последний шанс не использовал и так погиб навеки. и дальше еще, когда вы говорили о том, что преподобный Андрей молился за своих мучителей, конечно, в этом он уподобляется самому Господу нашему Иисусу Христу, который молился за распинателя, а также первому ученику архидиакону Стефану, который просил от Бога милости тем, кто побивал его камнями. И очень хорошая фраза была по учению, что когда мы прощаем наших обидчиков, то приобретаем очень большое дерзновение молиться о спасении их душ. Если вспомнить учение старца Паисия Афонского, он также говорил, когда нас обижает, это самое лучшее время молиться о их спасении. Небеса отверстые, и эта молитва уже не душевная, не плоская какая-то, а это именно молитва духовная, уподобление саму Христу. Зная это, теперь, когда мы видим, что кто-то нас в чем-то обижает, оскорбляет, оклеветал, и будем воспринимать это время как самое лучшее время молитвы за этого человека, как шанс исполнить заповедь о любви к врагам. Потому что когда с нами все хорошо общаются, где-то даже хвалят, и только что-то дарят нам, проявляют свою любовь к нам, где здесь исполнен заповедь о любви к врагам? Невозможно. Поэтому каждому из нас Господь всегда попускает пройти через искушение, чтобы мы видели, насколько мы исполняем евангельскую заповедь. Ну вот Силан Афонский, если помнить, у него был случай такой подобный. В подчинении было у него полторы тысячи человек рабочих, и один из рабочих очень дерзко отвечал ему и назвал даже собакой. Ну, все другие рабочие как-то не ожидали такого и пришли в трепет, как же так рабочий назвал монаха собакой. Но преподобный Силан пошел к себе в келью, у него была пачка чая, ну, это очень ценилось, и в России вообще, ну, и среди рабочего людо, принес, при всех подарил и говорит, прошу тебя, брат, всегда меня так называй. И тогда тот человек пришел в умиление и стал просить прощения. А преподобный Силан, конечно, за него молился, чтобы Господь простил этого брата. Что придает силы? Вот преподобный Силан говорит, что невозможно молиться о врагах без получения благодати. То есть просто человеческих сил не хватает. Всегда обида, всегда злоба возникает. И враг, конечно, подталкивает к злобе. Но когда Господь дает благодать, тогда человек может молиться о спасении своих врагов. помогает к этому еще совет преподобного старца Ангроси Оптинского смотри на все на себя лично, на окружающих людей, дальних и ближних и на все обстоятельства с точки зрения вечности. Как будто ты уже умер, как будто уже на суде и как будто скоро страшен суд и тогда наши действия будут правильными. тогда мы не будем обращать внимание на обиды напротив. Будем молиться об этих обидчиков. Даже знаете, надо защищать их перед Богом. Господи, прости, он хороший человек, но так получилось, может быть, враг на него повлиял, или люди другие, такие слова произнес, или такие действия совершил, но ты милостью пролил за него свою кровь, спаси эту душу, чтобы не порадовался враг о гибели этой души, сотворенной тобой, и искупленной честной твоей крови. Так вот, своими словами искренне молиться, Иисусова молитва и молиться за этого человека. В составе вечерних молитв есть предпоследние, которые начинаются словами ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи. Искренне нужно молиться здесь о тех людях, которые нам чем-то досадили, верующих и неверующих. Если верующие люди нам досадили, то молиться надо еще их молитвами, помилуй меня, грешни. Допустим, как старец Амросик говорил своим духовным чадам, сестрам, монахиням, когда говорили, что кто-то обидел, он говорит так, молись за нее, Господи Иисусе, Христе, Сыне Божьем, помилуй рабу твою, мою сестру Варвару, монахиню, допустим, Варвару, и ее святыми молитвами, помилуй меня, грешные. Помните, в притче о блудном сыне старший сын говорит в претензии отцу этот сын твой расточивший имение и упрекает дальше. То есть, он не сказал этот брат мой, сразу отдалился. А отец напротив, желая их сблизить, говорит, брат твой был, пропадал и нашелся, поэтому я, говорит, хочу, чтобы ты радовался о нахождении брата. Так и в молитве тоже нужно говорить, Господи, спаси, помилуй, сестру мою, Варвару, или там, допустим, арабатывая его, нашего человека, такого, как бы, даже немощь этого человека брать на себя, что, Господи, мы все немощи, и он, человек, так, поэтому поступил, как бы, оправдывать, защищать человека и делиться этим человеком наказание за этот грех. Ну и просить у Бога милости, как за собственный грех. Это и есть исполнение западей, возбить ближнего, как самого себя. Некоторые, конечно, жалуются, говорят, ну вот, в церкви нет любви, или на приходе нет любви, кто-то обижает. В общем-то, это просто шанс помолиться о недоброжелателях наших и пожелать им взамен добра. Святые даже любили такие случаи, потому что они любили иметь дерзновение пред Богом. А молиться за наших обидчиков это самая дерзновенная молитва. Никакого мотива молиться за обидчиков, кроме духовного мотива, нет. В отличие от того, если нас благодетели чем-то одаряют, мы благодарны, вот нам подарили машину, подарили то, и мы молимся, это так, душевные молитвы. А когда нас отобрали что-то, и мы молимся о спасении этого человека, это уже гораздо сильнее. Спасибо всех, Господи, за внимание, благодарим докладчикам, благодарим всех за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok